Кришна Оре, оре Оре, рамо Оре, рамо Рамо, рамо Оре, оре Оре, пищина Оре, пищина Пищина Оре, оре Оре, оре Оре, оре, оре Оре, 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 оре Оре, оре, оре Оре, 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 оре Оре, 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 оре Субтитры сделал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор 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 А.Кулакова Харе, Кришна. У всех было достаточно прасада. Все наслаждаются фестивалем. Вы хотите, чтобы фестиваль продлился? Деньги, yes? All right, Кришна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Правда? Почему мы об этом рассказывали? Потому что мы рассказывали о том, как царь Пратапарудра получил милость Господа Как он получил милость Господа? Из-за того, что он выполнял очень смиренное служение Если вы хотите удовлетворить Господа, то смирение – это самый лучший путь к этому Господь Джаганат очень добр Я подумал, что перед тем, как обсуждать Четанин Чаритамриту, я расскажу вам несколько коротких историй о Господе Джаганатхе Хотите послушать? У кого из вас дома Божество Джаганатхи? Я был в Нижнем Новгороде, там есть один предный, который сделал очень красивое Божество Джаганатхи Так что больше в Индии можно и не покупать Джаганатхи, можно в России заказывать Итак, Господь Джаганатхи очень добр к своим преданным Отца Царя Пратапарудры звали Пуршотам Он был царем, но при этом очень смиренным слугой Господа Джаганатхи И в то время, когда царь был еще не женат, он отправился однажды в место, которое называлось Канчи У царя Канчи была дочь, которую звали Падмавати И царь Канчи предложил Пуршотами взять жену и его дочь И они договорились, что она выйдет замуж за царя Пуршотому Царь Пуршотому сказал, что мне нужно вернуться к себе и готовиться к Ратхайатре Потому что Джаганатхи Пури царь лично руководил подготовкой к празднику Ратхайатра Даже в наше время на эти праздники Ратхайатры в Пуре приезжают миллионы людей И преданный искон обычно там проводит Киртаны также So, king Пуршотом came back to his kingdom And he invited the king of Канчи To come and take part in the Ратхайатра Царь Пуршотом вернулся к себе в царство И пригласил царя Канчи приехать на Ратхайатра King of Канчи said He could not go, but he sent his prime minister Царь Канчи не смог отправиться туда, но отправил туда своего премьер-министра He sent his prime minister to attend on behalf of the king Он сказал ему, что ты от моего имени должен посетить этот праздник So, the prime minister of king Kanchi saw That king Пуршотом was doing some very menial service И на этом празднике премьер-министр царя Канчи увидел, что Царь Пуршотом делает очень низкую работу He was sweeping the floor, gathering the dust And then washing the road Он подметал дорогу, потом собирал мусор на дороге И потом мыл дорогу In India this is considered very menial service Service for the sweepers В Индии это не очень уважаемая работа Это считается такая очень низкая работа Для дворников Not for rich people, not for big people So the prime minister said I can't let my prime king's daughter Marry this sweeper This man is a sweeper He's not a king И когда премьер-министр увидел это, он подумал Этот человек не царь, он просто дворник Подметальщик И как же можно допустить, чтобы дочь моего царя вышла замуж За этого человека И он вернулся к царю и сказал Этот человек на самом деле не царь Он там уборщиком работает Подметает улицы Как можно выдать твою дочь за него И царь Канчи отменил свадьбу Он сказал, я не могу выдать дочь замуж за подметальщика Когда царь Парашоттам услышал об этом И о том, по какой причине Отменили свадьбу Он очень расстроился И он послал им известие, что он пойдет на них войной Царь Канчи Царь Канчи был преданным Господа Ганеша И царь Парашоттам был преданным Господу Джаганадхи И они договорились, что если Парашоттама победит в битве То Джаганадха будет впереди, а Ганеша сзади Но если царь Канчи, то будет все наоборот Ганеша будет впереди, а Джаганадха сзади И царь Парашоттама начал войну против царя Канчи И он проиграл в этой битве Он был очень опечален Вернулся к себе И он рассказал одному мудрецу, что вот он сражался в битве Но за Господа Джаганадху и потерпел поражение Этот мудрец спросил, а ты получил благословение Господа Джаганадхи перед началом битвы? Он сказал, нет, я просто отправился на войну И тогда он пошел к Господу Джаганадхи И он сказал, что он сражался Я сражался за твою честь, но потерпел поражение Господь Джаганадхи сказал ему, не беспокойся Мы с братом придем тебе на помощь Мы будем сражаться на твоей стороне И царь думал, как же Джаганадхи и Баларам будут сражаться на моей стороне Он не мог понять, как это возможно Эта новость разнеслась по Пури и другим местам Что сам Господь Джаганадха будет лично участвовать в битве на стороне царя Поэтому все захотели тоже присоединиться к этой битве Армия царя Пуришотума стала очень большой Все пошли в армию И так армия отправилась в сторону Канчи И впереди армии было два воина на лошадях Один всадник был светлого У него цвет тела был светлый Он скакал на белой лошади А другой всадник был темного цвета И лошадь у него была тоже темная И вот эти два воина Они скакали впереди армии царя По дороге они захотели пить И они искали, что можно попить Там была женщина, которую звали Малека И она продавала пахту И воины сказали ей Дай нам попить пахты Мы из армии царя Мы хотим пить Она дала им пахту А потом спросила Они сказали Мы просто воины В армии царя У нас нет с собой денег Царь за нас заплатит тебе Она спросила Как я смогу доказать царю Что вы его воины Что вы из его армии Как он поверит мне Вот один воин сказал Возьми вот это кольцо Покажи его царю И он поймет, что мы его воины Из его армии И он заплатит тебе за пахту И вот армия царя Вошла в это селение И женщина закричала Стойте, стойте Царь остановился Она сказала Два ваших воина из вашей армии Выпили всю мою пахту И сказали, что вот Царь за нас заплатит А как вы докажете Что это были мои воины Они дали кольцо Чтобы доказать Что они члены вашей армии И когда the king saw The ring He knew This was the ring The Lord Jagannath wears In the Jagannath-Buri temple И когда царь увидел кольцо Он узнал это кольцо Это было Кольцо, которое Господь Джаганадха Носит в храме Когда царь увидел кольцо Он был так счастлив Он сказал, да Это кольцо Джаганадхи Это значит, что Господь Джаганадха Будет сражаться На нашей стороне И царь был так рад Получить это известие От этой женщины Что Чтобы заплатить За ее пахту Он подарил ей Девять деревень Потом началась Очень ожесточенная битва И воины царя Канчи Никогда прежде Не встречались С такими могучими воинами Как Джаганадха И Баларама Которые сражались На стороне Пурушотом И кто победил В этой битве Царь Пурушотом Поэтому в храме Джаганадхи В пуре Господь Джаганадха Впереди А Ганеша сзади Есть много Таких историй So Today What we're going to do We're going to read Some verses From different chapters Of Chaitanya Chaitamrita Then explain The related stories Сегодня Мы будем делать Следую Мы будем читать Разные стихи Из разных глав Читания Chaitamrita Chaitamrita И затем Рассказывать Связанные с ними Истории Okay Okay Let's get Right side Отделила глава 7 Тексты 73 по 77 Просто Просто воспевая Святое имя Кришны Можно обрести Святое имя Кришны От материального существования В действительности Просто воспевая Харе Кришну мантру Человек сможет увидеть Лотосные стопы Господа Тексты 74 В этот век В этот век Кали Нет других Религиозных принципов Кроме воспевания Святого имени Которые являются Сутью всех Ведических гимнов Таков смысл Всех писаний Такова суть Всех писаний Тексты 75 Описав могущество Харе Кришны Махамантуры Мой духовный учитель Научил меня Еще одному стиху Посоветовав Мне всегда Повторять Святое имя В этот век Кали Текст 76 В этот век Кали Нет другого пути Нет другого пути Нет другого пути Для духовного Совершенствования Кроме Святого имени Святого имени Святого имени Господа Текст 77 С тех пор Как я Получил Это указание От моего Духовного учителя Я всегда Воспеваю Святое имя Но я думаю Что повторяя И повторяя Святое имя Я Сошел с ума Итак Эти стихи Которые Прославляют Святое имя Господа И в этом движении Харе Кришна Мы все знаем О важности Повторения Святого имени Эти стихи Прослужены Сам Чайтанья Махапрабху Сначала он говорит Повторяя Святое имя Человек может Освободиться От материального Существования Как материальное существование Приятная вещь Нет Но Майя же не это Говорит нам Майя 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 Заставляет Нас Поверить Что Нет Материальное Существование Такое Хорошее И так Господь Чайтанья Говорит Что Повторяя Святое имя Господа Можно Освободиться От Рождения И смерти И что является Сутью Ведического Знания Господь Чайтанья Объясняет Что Суть Ведического Знания Это Предание Верховной Личности Бога Люди Часто Спорят Друг С Друг Моя Религия Лучше Чем Твоя Религия Но Истинная Цель Религии В том Чтобы Обрести Любовь К Богу И Нас Чайтанья Ресайт There's A Famous Verse Харинам 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 Эва Кевалам Калава Настева 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 Он Обращался К Группе Им Персоналистов Господь Чайтанья Описывает Как Самое Милостивое Воплощение Который Пришел Для Того Чтобы Спасти Падших Людей Кали Юги Господь Чайтанья Обращал Самых Разных Людей Ваишнавизм Господь Чайтанья Пришел Варанаси Он Остановился В доме Предного Которого Звали Чандра Шекхар Там Еще Был Другой Преданный Которого Звали Тапан Мишра Тапан Мишра Had Met The Lord In Bengal And The Lord Had Sent Him To Варанаси Господь Встречался С Ним В Бенгали И Затем Господь Отправил В Варанаси So The Майавадис You know Who The Майавадис Are Sometimes People Think Майавадис Anybody Who Is In Maya But Our Definition Of Mayavadi Is Those Who Don't Understand The Personal Form Of The Lord Who Think That God Is Impersonal God Has No Form No Eyes No Legs No Hands And When God Comes To This Earth He Be Contaminated Like Us God Can Be Understood In Different Fades Brahman Paramatma Bhagavan But The Personal Act Of God Is The Highest So There Was A Big Assembly Thousands Of Mayavadi Sanyasis Headed By Prakash Ananda Saraswati Who Were Engaged In Studying The Vedanta And They Were Often Discussing Why Is This Sanyasi Not Studying The Vedanta With Us Why Why Engaged In The Scaly Task Of Chanting And Dancing He He Should Be With Us So There Was A Brahmin Devotee Of Lord Chaitanya He knew That Lord Chaitanya Was Very Strict He Would Never Go To Anyone's House For Prashas But This Devotee Could Not Tolerate The Criticism Of The Lord The Lord Is Very Kind But The Devotee Cannot Tolerate Nityananda Was Very Kind When Jagay Madaya Attacked Madaya Attacked Him But Lord Chaitanya Could Not Tolerate It So The Brahmin Said Lord Chaitanya I Know You Don't Go Anywhere But Please Come To My House Come And Lord Chaitanya Entered The Assembly He First Of All Bowed Down To The Mahavadi Suryasi Хотя он был Верховным Господом, он играл роль преданного. Поэтому он принял саньясу. Потому что в принципе Господу нет нужды принимать саньясу. И так Господь пришел туда и поклонился саньясу Майаваде. Он омыл стопы и сел в том месте, где все мыли стопы. Те, кто были в Индии, наверное, замечали, что существует такая традиция в Индии. Перед тем, как входить в храм, нужно омыть стопы. И, поклонившись, Господь Штанья сел, а там все саньяси Майаваде сидели на возвышении. И затем Господь Штанья явил одну из своих трансцендентных лил. Что он сделал? Он проявил сияние миллионов солнц вместе. И когда саньяси Майаваде сидящие на возвышении увидели ослепительное сияние, подобное сиянию миллионов солнц, которое исходило от лица Господа Штанья, они поняли, что это необычный человек. Пракашинанда Сарасвати, лидер всех этих саньяси, снизошел с возвышения, взял за руку Господочитание и лично отвел его, посадил вместе с собой. Прабхупада в комментариях объясняет, что это было Агьята Сукрити. Есть два вида Сукрити. Гьята Сукрити и Агьята Сукрити. Гьята Сукрити — это значит осознанная благоприятная деятельность. То есть, когда вы знаете, что что-то благоприятное и осознанно делаете это для своего духовного блага. То есть, когда вы делаете что-то благоприятное, благочестивое, даже не зная об этом, не понимая, что вы делаете какое-то предное служение, неосознанное служение. Вот мы выходим на Харинамы. Некоторые люди присоединяются к нашему шествию и тоже начинают петь, как предные танцевать. И они даже не подозревают, что получают огромное благо. Но поскольку они поют святые имена, они получают огромное благо. Так Господь Штанья сел среди этих тысяч саньяси и майавады. So the Mahaprakashananda Sarasvati said, You are a sanyasi from our sampradaya. Why don't you sit with us and chant the holy names of the Lord? Oh, I'm sorry. Why don't you sit with us and study the Vedanta? And then Lord Chaitanya replied by reciting these verses that glorify the holy name. Then Lord Chaitanya had a philosophical discussion with them. They began to study the Vedanta Sutra. Lord Chaitanya defeated Shankaracharya's analysis of the shlokas of the Vedanta Sutra. So after defeating the shlokas of the Vedanta Sutra, Shankaracharya's interpretation, then Lord Chaitanya proceeded to explain the real meaning of the Vedanta Sutra. После того, как Господь Штанья опроверг все толкования Shankaracharya Vedanta Sutra, он объяснил подлинный смысл shlokas of the Vedanta Sutra. Все эти саньяся и маявады были так убеждены, впечатлены объяснениями Господочитания, что все они стали... What did they become? Vaishnavas. And they all began to chant and dance. So Lord Chaitanya recited these verses from the scriptures to convince the mayavadis that in this age, you don't have to speculate on the Vedanta, but you should take the chanting of the holy name. Господь Штанья произнес эти стихи, которые мы прочитали, для того, чтобы убедить саньяся и маявади, что в эту эпоху нет нужды что-то выдумывать на основе Vedanta. Нужно просто петь святое имя Господа. Then the Lord said, My dear child, continue chanting, dancing and performing samkirtan in association with devotees. That's what he devotes you every day over here at the festival, isn't it? That's what he devotes you every day over here at the festival, isn't it? You all dance, chant, and perform samkirtan. But what did Lord Chaitanya say? In association with devotees. So what is the association with devotees called? Sadhu sangha. So in the association of devotees, we chant, dance, and perform kirtan. further, Lord Chaitanya said, go out and preach the value of chanting Hare Krishna. Then the Lord Chaitanya said, идите и проповедуйте ценность повторения Hare Krishna. For by this process, you will be able to deliver all the fallen souls. Таким образом вы сможете спасти все падшие души. So, Lord Chaitanya is not only emphasizing the importance of chanting, dancing, and performing samkirtan in association with devotees. He's saying, go out and preach the value of Krishna Nama, which will deliver all the conditioned souls. God Chaitanya не только призывает петь и танцевать в обществе преданных, Он также призывает нас проповедовать Святое Имя, рассказывать живым существам о важности Krishna Nama, который может освободить их от рабства материи. So in this verse, in the purple Prabhupada is emphasizing that the spiritual master not only wants to see his disciples change, dance, and perform samkirtan in association with devotees, but he also wants them to go and preach the value of the Holy Name. So the desire of the spiritual master to see that the disciples, the devotees, also preach the glories of the Holy Name. So you are coming to the first world to get the spiritual batteries recharged. And the result should be we are going to chant our holy names better, we are also going to preach the glories of the Holy Name. Lord Chaitanya himself demonstrated this mood of preaching by instructing him with Nitinanda Haridas to go house to house with the following message. And what was that message? This is another mantra that you should learn. Bholo Krishna Bhaja Krishna Khoro Krishna Sikshan Very simple. Bholo Krishna means Chant Hare Krishna Bholo Krishna means Povtoreyate Hare Krishna Bhaja Krishna means Worship Krishna Bhaja Krishna значит Pocloniates Krishna Khoro Krishna Sikshan means Accept Krishna's instructions as they revealed in Bhagavad Gita and Bhagavatam Khoro Krishna Sikshan значит Primите наставления Krishna описанные in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam So Nityananda and Haridas Fantastic team isn't it? They were going out together preaching But when they were going out preaching some houses they went to they were very warmly received people said please come in sit down you've come to purify our house some of them wouldn't even let them come in they would say but we wanted to come in you didn't let us come in for your kids then we won't let you come in and some of them would say looks like the spies have come disguised as Sanyasis they've come to see what we have in our house then they'll come and steal so when people would call them spies Nityananda and Haridas would loudly laugh and when people would not open the doors they would not be offended did it all so when you go to preach it's not that everyone's going to give you the red carpet it's not going to do it it's not going to happen it didn't even happen to Nityananda and Haridas so where are we so where are we so if you go to preach and you get someone insults you or doesn't take a book or criticizes you you won't feel offended so Lord Chaitanya converted all these Mayavadi Sanyasis to the path of Vaishnavism and then they all went out on a big Harinam so now we'll take on our words from a different chapter this is from chapter 15 of the Madhya Lila this is from chapter 15 of the Madhya Lila so this is another story that describes the Lord's transcendental pastime who was Amokha the son-in-law of Sarabha Bhabha Chari Sarabha Bhabha Chari had a daughter called Sati whose husband was Amokha and on the first day we explained how the Lord transformed Sarabha Bhabha Chari who was also strong and personless to the path of personism first of the Lord Chaitanya brought the Lord Chaitanya who was a person-in-law who was a person-in-law люди преданные приглашали его к себе домой на обед. И Сарабхама Батачария пригласил Господу Читанию к себе домой и сказал, что в течение месяца каждый день, пожалуйста, обедай у меня дома. Господь Читанию сказал, один месяц, нет, я саньяси, я не могу целый месяц у тебя дома питаться. Хорошо, хотя бы 15 дней. Нет, это тоже много. 10 дней. Нет, это много. Это много. Then they settled for 5 дней. Сарабхама Батачария согласился в течение 5 дней обедать в доме Сарабхама Батачария. Сарабхама Батачария, саньядла амога, was of a very envious nature. Зять с Рабхама Батачария, амога, был очень завистливым человеком. Envy is an asset or a liability? Зависть – это достояние или это порог? In material life, we're all envious of each other. When you see someone making some progress, we become envious. Когда кто-то обгоняет нас в чем-то, мы начинаем ему завидовать. So, амога, had an envious attitude towards the Lord. И амога с завистью относился к Господу Читания. And his father, Насарабхама Батачария, knew that. И его отец, Сарабхама Батачария, знал это. So, even though Lord Читания was a sanyasi of the highest order, example of renunciation, the devotee, from his side, would offer the Lord many items. Хотя Господь Читания был самым строгим сanyasi, и он показывал самый строгий пример отречения, преданные Господа Читания со своей стороны пытались предложить ему как можно более шикарные блюда. So, envy is one of the anarthas that we have to overcome. И зависть – это одна из анардх, от которых нам нужно избавиться. What are the others? Какие другие есть анардхи? Кама – lust. В Бхагаватам есть история о царе Яяти. He had the facility who ran into some enjoyment for 10,000 years. But he could still not satisfy his senses. So, Бхагаватам explains, use intelligence and don't be a victim of lust. Then we have anger. We become angry, do we? Is anger your problem? Everywhere I go in the world, devotees say, Mahārāj, how could you overcome anger? Then, потом, жадность. Is that a big problem? Lama, greed is a big problem. In the Bhagavad Gita Krishna says that there are three paths leading you to hell. Lust, anger, greed. One who is wise tries to control them. Hatred, madness, envy. Then, there is also envy. So, Sarabha Mabatacharya would not let Amogha come inside the room and see what was being offered to Lord Chaitanya. Sarabha Mabatacharya would not let Amogha come inside the room what was being offered to Lord Chaitanya. While his wife was cooking and serving, Amogha would stand at the gate with a stick to make sure that Amogha can't see what's inside. Когда жена Sarabha Mabatacharya готовила и предлагала Господу разные блюда, Sarabha Mabatacharya стоял у двери своего дома с палкой, чтобы отгонять Amogha, чтобы он не увидел, что ест господ Chaitanya. One day, Amogha just had to leave that place to help his wife. Amogha came in and saw all these dishes that were prepared for the Lord. Amogha проскользнул вовнутрь и увидел все разные блюда, которые предлагали Господу. Amogha said, look at this artificial renunciate. Amogha He's eating the prasad of twelve sanyasis all alone. So, Sarabha Mabatacharya was very upset. He ran, but he couldn't catch up to his young son enough. And the husband's wife was so angry. He said, let our daughter become a widow. She has, her husband has offended the supreme personality of Godhead. And he and his wife started saying, пусть наша дочь станет вдовой, because this nегодяй has been a widow. And Sarabha Mabatacharya and his wife started fasting. They were so depressed at the insults that Amogha gave. But Lord Chaitanya he was totally understood. In that example of humanity, he was completely understood. Next morning, he got afflicted Amogha with a severe disease. What was the disease? The disease was cholera. And he became so sick, he was on his dead bed. Lord Chaitanya inquired from Amogha's uncle, Gopinath Acharya. So, how is Sarabha Mabatacharya's family? And Gopinath Acharya says, Amogha's on his dead bed because of the offense he committed. Now, he's on his dead bed. Gopinath Acharya said, Amogha is dead because of the shame that he gave you to you. God, now he is dead. Sarabha Mabatacharya was very dear devotee of the Lord. So, Lord Chaitanya personally went to the place where Amogha was staying. And Lord Chaitanya said, he placed his hand on the chest of Amogha. And he said, as envy Krishna doesn't like to reside in a dirty heart. He said, пока в твоем сердце зависть, Krishna не поселится там, поскольку Krishna не любит жить в грязном сердце. As long as you have envy in the heart, Krishna will not reside over there. So, as soon as he said this, Amogha got up from his bed, and by the Lord's mercy, he instantly became normal. amogha first and he go and then Lord Chaitanya spoke this verse. As Amogha began to chant Hare Krishna Maha Mantra and dance. So, Lord Chaitanya said, chant the holy name, chant the holy name, and then Amogha began to chant. So, these Anarthas, then Sarabha Mabutacharya and his wife, were very happy when they saw that his son-in-law was transformed into a great Vaishnava, and then Amogha became a very great devotee by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Sarabha Mabutacharya and his wife were very happy when they saw that his son-in-law was transformed into a great Vaishnava, and then Amogha became a great devotee. So, these Anarthas are discussed in the scriptures. The scriptures are so kind. They identify the problem and give us a solution. So, these Anarthas are discussed in the scriptures. So, give us a decision. So, anyone who remembers the story of how Lord Chaitanya transformed Amogha will become free of envy if he seriously meditates on the story. We need to meditate on something, so why not meditate on the transcendental pastimes of the Lord? And by hearing, 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 reading, these pastimes sink deeper into our hearts. When we see someone in the spiritual life with better abilities than us, we should be happy. When we see someone in the spiritual life, if you see someone in the spiritual life, if you see someone in better ability, you are happy. But in the spiritual life, if you see someone in better abilities than you, you are happy to be happy. Prabhupada used to talk about spiritual competition amongst the gopis. Prabhupada used to talk about spiritual competition amongst the gopis. When Lalita would see Vishakha returning such intense service, she would try to increase her service. So, all these anarthas can be overcome by the power of devotional service. And all these anarthas can be overcome by the power of devotional service. This is nice to explain by Rupa Goswami. Adho shradhat atasadhu. He said in the very initial stage, there must be the desire that I want a perfect human life. And if the desire is there, then the Lord guides you to appropriate association. And what is that appropriate association? Either you meet a sadhu, or you get a book sadhu. There are so many examples of how people have come to Krishna-kanshan by reading a book. How many of you came to Krishna-kanshan after having read a book? Who of you came to Krishna-kanshan after having read a book? All over the world. There are unlimited stories. So, when you meet the Sriburi Sadhu, or the book Sadhu, what do they take? What do they say? They say, please chant, read, associate. And when you do that, what is that process called? What is it called? No, bhajana-kriya. That's called the process of bhajana-kriya. And when you keep that process of bhajana-kriya, then what happens? Then, patam-stho. Anartha-nevrati. Anartha-nevrati. Anartha means that which is unwanted. Anartha-nevrati refers to desire, activities that are not wanted. Anartha-nevrati. 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 Я знаю много историй, когда родители преданных приводят своих детей к врачу, и те узнают, что дети вегетарианцы, они говорят, как же так, вы лишаете своих детей мяса? Как же можно жить без мяса? Но мы очень хорошо живем без мяса, и здоровее гораздо. И также люди некоторые думают, что нельзя жить без этих анард. Иногда, когда мы рассказываем людям о наших правилах и ограничениях, они говорят, какой смысл тогда жить, если ничего этого нельзя? Лучше тогда сразу умереть. Но благодаря преданному служению можно преодолеть самые большие препятствия. Благодаря могуществу преданного служения можно преодолеть все эти анардхи. Итак, медитируйте на то, как Господь Штанья сделал Амокху великим преданным. Теперь мы прочитаем стих из 20 главы Мадья Лилы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда Господь Штанья начал очищать тело Санатана Госвами своей собственной трансцендентной рукой, Санатана Госвами сказал, «О Господь, пожалуйста, не касайся меня». Господь ответил, «Я касаюсь Тебя просто, чтобы очиститься, поскольку могущество Твоего преданного служения таково, что Ты можешь очистить всю Вселенную. Святые Твоего уровня сами являются местами паломничества. Из-за Твоей чистоты Ты являешься постоянным спутником Господа, и поэтому Ты можешь очистить даже место паломничества». So, Рупа и Санатана, as you know, were holding very important positions in the government. Как вы знаете, Рупа и Санатана в свое время занимали очень важные посты в правительстве. Но в сердце они хотели только одного, служить Господу. В действительности, эти Госвами были воплощениями Манжари. И Манжарис are assistant to the Gopis. А Манжари являются помощницами Гопи. И Гопи это помощницы Радхарани. И Радхарани это самая высшая преданная Господа. Так что эти Госвами, это очень возвышенные личности. So, Рупа и Санатана, both at one time, were holding very important positions. Итак, Рупа и Санатана в свое время занимали очень важное положение в обществе. Well, one by one, first Rupa Goswami resigned as service. Later, Санатана resigned. Санатана Goswami, at one point, did not go to work for a month. He sent a message to the king. I'm sick. But what was he doing? Was he sick? He was studying the Bhagavad. His whole room was full of Bhagavad. По всей комнате были Bhagavatam. All with the Brahmanas. И Брахманы. So, the king was upset. He was already upset. Rupa Goswami was virtually the prime minister has resigned. И царь был очень разгневан, потому что до этого уже Rupa Goswami, который был его премьер-министром, ушел в отставку. The king would leave all the responsibility of the management on these two brothers. and go and fight with other kings. So, the king sent his doctor to see how sick Санатан was. When the doctor came and he saw Sanatana is completely healthy studying the Bhagavad. So, he told the king, Sanatana is completely healthy. So, the king briefly came along with a physician to Sanatana's house. And when Sanatana saw the king coming in, he offered him his obeisances. He offered his obeisances. Prabhupada shows, he shows Sanatana's humility. Sanatana was a great personality, but he respected the king. The long story, the king had him in prison. It's a long story. The king had him in prison. And he was imprisoned for some time. But he was able to escape. Then he proceeded for Varanasi, where Lord Chaitanya was residing. And he finally reached the house of the devotee where Lord Chaitanya was staying. Sanatana was a well-known personality. He had to come through secluded paths so that no one could identify him. So Sanatana finally reached the house of Chandrasekhar. Sanatana's whole body was dirty because he was walking, walking, walking on rough roads to hide, to escape being identified. So the Lord told Chandrasekhar, a great sage has come, he's waiting outside. And Chandrasekhar came outside and saw. He couldn't see anyone in saffron clothes. Chandrasekhar вышел посмотреть, но не увидел никакого святого в шафрановых одеждах. So he said, now there's no one there. He said, there's no one there. But then he said, there's only a mullah standing outside. He said, there's only a mullah standing outside. So Lord Chaitanya said, he's not a mullah, he's a great sage. And as soon as Sanatana came in, Lord Chaitanya went to touch him, went to, embraced him. So as soon as Sanatana came in, the Lord embraced him. And his body was dirty, his clothes were dirty, and still Lord Chaitanya embraced him. And what is another day? Do not touch me, my Lord. Do not touch me. I'm contaminated. And Sanatana said, God, not touch me, I'm a merciful. But they embraced each other and began to cry. These are tears of ecstasy. You have tears that come in separation, tears in sadness, and tears that come in joy. When Vaishnavas embrace each other, meet each other, tears flow from the eyes, these are tears of ecstasy. So Lord Chaitanya was cleaning the dirty body of Chaitanya of Sanatana Goswami. His whole body was full of mud, and his clothes were torn, and Lord Chaitanya still embraced him in this condition. пылью и одежда была порвана. Но Господь Chaitanya обнял его и стал очищать его тело от грязи. Please do not touch me. Please do not touch me. What did the Lord say in reply? I'm touching you just to purify myself. See the Lord's humility. and see how the Lord respects his devotees. When Durvasa Muni went to the Lord, begging pardon for what he had done to Amrish Maharaj, the Lord said, My devotees are so dear to me. They reside in my heart, and I reside in their heart. When Durvasa Muni came to the Lord to ask for forgiveness for the maharaj Ambarish, the Lord said to him, they are so dear to me, that they are in my heart and I live in my heart. So here we see a devotee Sanatana Goswami's body completely dirty, dirty clothes, dirty body. And Sanatana is saying, My Lord, please do not touch me. And the Lord is saying, Sanatana, I'm touching you to purify myself. By the force of your devotional service, you can purify the whole universe. So a devotee of the Lord, a pure devotee of the Lord, he can purify the whole universe. Just like Śrīla Prabhupāda, he single-handedly took Lord Chaitanya's teachings and planted it virtually every corner of the globe. He planted the seed in your country and that seed in your country continues to grow all the time. So the Lord said, By the force of devotional service, you can purify the whole universe. Then the Lord said, Saints of your caliber are places of pilgrimage. Because of the purity, they are constant companions of the Lord. And therefore, they can purify even the places of pilgrimage. So this verse was actually spoken by King Yudhishtira when he gited Vidura, which you read in the first cantor of the Bhagavatam. because the Chaitanya 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 was composed only 500 years ago, and the Bhagavatam and Gita were composed thousands of years ago, we find many verses from these scriptures quoted in Chaitanya Chaitanya So Vidura had gone on a pilgrimage to all the holy places. But these holy places of pilgrimage also get contaminated. And the holy places of pilgrimage also get contaminated. Oh! How is that? How did the holy place get contaminated? The sinners come there, they leave their sins there. Sinful people come there and leave their sins behind. They go to Vrindavan on the weekend. All week we'll sin, Sunday we'll go to Vrindavan. They go to Vrindavan on the weekend and think, that we all have to go to Vrindavan and go to Vrindavan and go to Vrindavan and pray to Vrindavan and pray to Vrindavan Sinful people come and leave their sins behind in the holy places. But the saintly person goes and purifies even the places of the holy places. But when the holy places come and leave and purifies even the places of the holy places. So the power of devotional service as such you can purify even the places of pilgrimage. And these saints, they are called places of pilgrimage. What's a saint? God of purity is a constant companion of the Lord. The character of a saint is always meditating on the Lord. So the Lord has given very special status to exalt the devotees. Lord Chaitanya continue to glorify the exalted position of Sanatana Goswami. He said, by touching you, by seeing you, and by glorifying your transcendental qualities, one can attain the purpose of life. of the Lord. So our desire should be to constantly see the transcendent of the devotees of the Lord. So our desire should be to glorify the transcendent qualities of the devotees of the Lord. There is no harm in glorifying the transcendent qualities of the devotees. and touching an exalted devotee like Sanatana. And this is the verdict of the scriptures. This is not imagination. This is what the scriptures have to say. What's the perfection of our eyesight? What did Lord Chaitanya say? The perfection of the eyesight is seeing and exalt the devotee like yourself. The perfection of eyesight is seeing the transcendent form of the Lord. And now thanks to internet you can have darshan. Many iskhan deities every day. He's not there. How many of you have darshan of different iskhan deities of the Lord? You can be one minute in Mayapur, next minute in Vrindavan, third minute in Delhi, fourth minute in Bombay, fifth minute in Los Angeles. I don't think any Russian temples are on internet but many American and European temples and some Russian also. In Russia there are there are temples that do translation on the Bhagavatam says those eyes that do not see the form of the Lord are like plumes of a peacock feather. So the eyes are meant to see the beautiful form of the Lord. And as is being said in this verse, the devotees of the Lord. Touching a lotus feet is the perfection of touch, Chaitanya Mahaprabhu also said. Glorifying your transcendental activities is the perfection of the tongue. So what's perfection of the tongue? Do prajjalpa? Prajjalpa? Yeah? Opposite of prajjalpa is called what? Krishna Gatha. Bhagavatam says that tongue that doesn't glorify the Lord is like the croaking of a frog. So he says may I tongue all these glorify exalted devotees like yourself. So Chaitanya Mahaprabhu was personally glorifying Sanatana Goswami and he tightly embraced him. So we'll stop at this point. So today we we should take inspiration from how Lord Chaitanya glorified exalted Bodhi Sadatana Goswami. We can see how we can overcome envy by meditating on the story of Amokha. And how with the power of the holy name and logical arguments Lord Chaitanya converted the staunch impersonalness to the path of Vaishnavism. So the more we hear of Lord Chaitanya the more purified we become. Saglasin? And Sikta Papture Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions? Yes. Are there books for the distribution? Can we just announce when the initiation will be? Yes. But they can meet me on time. Yes. For tomorrow in the morning. I am do a 29 сентября, воскресенье, в 11 часов утра в Большом Пандале. Инициация будет послезавтра в 11 утра в Большом Пандале. А кандидаты на инициацию должны после лекции, на первую и вторую, должны собраться в этом зале рядом с этим залом. И также Курам Харас продолжает давать личные даршины. Есть у вас вопросы? Откуда берется вожделение? Такой вопрос. From where does lust come? Вожделение — это одна из анартх. And where does lust come? And all these анартхs have to be overcome. Your question is, where does maya come from? Lust is just one of the aspects of maya. Вожделение — это один из аспектов иллюзии maya. And why did Brahma create maya? Because people wanted to forget the Lord. So Brahma created different aspects of ignorance. And Brahma created different aspects of knowledge. But then Brahma created different aspects of knowledge. and other people that are in the eyes of the Lord. And the people that are in the eyes of the Lord. Еще? Еще вопросы? Okay. So we'll stop. Сегодня? Okay, past me. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, какую-то икадушную еду, наверное, он должен был предложить. Есть много фруктов, овощей, незерновой пищи. Сейчас будут даршины еще продолжаться личные, но в первую очередь должны собраться все кандидаты на инициацию, на первую и на вторую, вот в этом зале напротив. И завтра мы продолжим наши лекции в пять часов. Продолжение следует... Продолжение следует...